Эти люди пришли в лес не за дарами природы, а за теми, кто решил их поискать и потерялся. На учениях Лизы Алерт собралось около 15 новичков-волонтеров. Чтобы найти двух человек, им предстояло научиться прочесывать лес в команде. Однако сначала постановка задачи. И дедушка вспомнил, что вот здесь они совершали некий обряд и распивали напитки. Чтобы найти человека, нужно знать его привычки и планы. Поэтому в первую очередь волонтеры Лизы Алерт собирают всю имеющуюся информацию о возможных перемещениях пропавшего и распределяют секторы поиска. Садим, бабушкам подойдите, узнаете, все ли у них хорошо. Хоть это и учение, бдительность важна всегда. Тем более большинство людей теряется в весенне-летний период. Зачастую это пенсионеры, которые дезориентируются в пространстве. Именно такую роль примерили на себя два статиста. Это какой-то из наших соратников-поисковиков, которым было сдача пойти в лес и потеряться. Но он ходит по легенде. Допустим, в нашем случае легенда то, что у нас бабушка и дедушка пошли в лес собирать сосновые почки. Дедушку нашли ночью. Бабушка ушла дальше и, скорее всего, где-то лежит. Поэтому для эффективных поисков отряд разбивается цепью и пытается услышать потерявшуюся пенсионерку. Лиса-4 работает на отклик. Пенсионерка так и не откликнулась. Однако без улова спасатели в лагерь не вернулись. Эта перчатка так называемый артефакт. То есть вещь, которую потерявшийся мог случайно где-то обронить по пути следования. Изначально поисковики выясняют, относится ли артефакт к потерявшемуся и помечают его специальной вот такой вот палочкой. Трогать артефакт нельзя. Он может относиться к криминалу. Так что группа передает координаты и движется дальше, попутно рассказывая нам о правилах безопасности. Нужно, во-первых, оповестить своих ближайших родственников, в каком именно лесу вы будете находиться. Какое время, чтобы могли забить тревогу люди, если вы не пришли в назначенное время и начали поиски. Потом полностью заряженный телефон, кнопочный либо смартфон. Ну, лучше, конечно, смартфон. Но у нас есть службы, которые даже по кнопочному телефону, если он включен, и в зоне могут вывести из леса человека. Вода и яркая одежда. Тем временем в штабе одна из групп нашла пропавшую пенсионерку. Примерно в полутора километрах, за оврагом. Опуску привели сознание, подтверждены что-то с ногами, нам нужны носилки и краска. Поскольку пострадавшую придется переносить, куратор собирает группу преимущественно из мужчин. К ним добавляется спасатель, обладающий медицинскими навыками. Также лизия-алерт во время поисков помогает полиция и следственный комитет. Учения направлены в первую очередь на то, чтобы волонтеры с краевыми службами могли научиться оперативно и слаженно взаимодействовать. Тем временем группа прибыла к пострадавшей, у которой, по легенде, вывих ноги. Спасатели оценивают тяжесть травмы и помогают положить бабушку на носилки из строп. Теперь беритесь как можно ниже. Под попу, под попу, под... Короче, ниже, под замок. Около тела двое с каждой стороны. Давай держимся. Бабушку Фросю в лагере уже ожидает врач и волонтеров вкусный обед в честь выполненного задания. Кстати, несмотря на сложность поисковой работы в отряде Лизы-алерт, большая часть новичков остается и пробует новые роли. Самый популярный – оператор горячей линии, информационный координатор и картограф. Желающие присоединиться к отрядам могут заполнить анкету на официальном сайте Лизы-алерт. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.